Все знаете, что качество воды из Черноисточинского пруда у нас с каждым годом становится всё хуже. И поэтому вопрос строительства новой станции водоподготовки, он в общем-то сейчас очень актуален, как и вопрос очистки, ну и реабилитации самого Черноисточинского пруда. Комплексный план по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхневыискового водохранилищ утверждён губернатором ещё в 2016 году. В рамках выполнения плана на Черноисточинском пруду приступили к очистке донных отложений и на данный момент проект строительства станции водоподготовки «Южная» проходит необходимое согласование. Он вошёл в федеральную программу «Чистая вода». Данная станция у нас будет, как и сейчас, Черноисточинский гидроузел. Она снабжает водой порядка двух третей города Нижнего Тагида. То есть это район КГ и полностью Дзержинский район. Также, в том числе, и часть посёлка Черноисточинского также снабжается водой с данного гидроузла. Проектированием станции «Южный» занимается петербургская компания «Севзапинштехнологии». Это она разработала систему очистки воды с учётом современных требований. Согласно проекту, вспомогательное сооружение планируется вынести за пределы основного узла. Требуется дополнительная площадь – участок 45 на 65 метров. Здесь разместятся очистные сооружения хозяйственно-бытовых и технологических стоков и ливневый сброс. Вспомогательные объекты, которые пришлось вынести за основной участок проектирования, практически никакого негативного влияния на окружающую среду оказывать не будет. Свободная земля рядом с основным гидроузлом есть, но по документам она предназначена для строительства многоэтажных жилых домов. Служба заказчика городского хозяйства обратилась в администрацию Горноуральского городского округа, чтобы получить необходимый земельный участок. Вопрос вынесли на публичное обсуждение. Прошу голосовать. Кто за эти земли? Чтобы чистую воду давали, чтобы вода была чистая, чтобы вода в Тагилу входила. Вот нас сюда пригласили, проголосовали. Сейчас вода какого качества? Ну, плохая идет, коричневая вода идет. Покупаем или ездим куда-нибудь, берем воду в бутылках. Перебоев вроде с водой нет. Вода бывает грязная, особенно в маловодье. Или там где-то ремонтируют чего-то, перекрывают. За какое решение вы голосовали? За новое постройки, чтобы очищение было чисто и хорошо. Принято единогласное решение вывести земли из назначения по строительству многоэтажного домов, назначения по строительству именно этого сооружения. Изменится ли цветение пруда, исчезнут ли сине-зеленые водоросли, которые на самом деле всех очень волнуют, сказать сложно. Но есть большая надежда, что та вода, которая будет приходить в дома жителей города Нижней Тагилы, жителей поселка Черноисточинск, она будет более чистая. Черноисточинский гидроузел построен в 70-х годах. И существующие там на данный момент технологии уже не позволяют обеспечивать надлежащее качество воды. Сейчас с Черноисточинского гидроузла все сбросы в пруд уже прекращены. Но учитывая, что всё-таки мы сбрасываем воду в ручей безымянный, я думаю, на состоянии самого пруда это скажется положительно. Новая станция водоподготовки «Южная» позволит вывести из эксплуатации старый гидроузел. Строительство планируют завершить к 2024 году. Это если проект пройдёт госэкспертизу в этом году.